Ну что же, тема денег, она всегда будет нести в себе заряд для человечества, хотим мы это или не хотим, потому что, как я уже сказал, эта тема управляется, как базовая потребность наша, управляется из ствола мозга. Соответственно, ствол мозга – это источник самой сильной нашей энергии, которая направляет наше внимание. Ну и, соответственно, любые угрозы, любой фоновый шум, который будет возникать в вашей жизни, который связан либо с вашим опытом, либо с тем, что происходит вокруг, который будет, так сказать, пугать вашу рептилию, вашу рептилию, встроенную внутрь, да, кусковые конфликты. Секс и деньги – самые энергичные темы на планете Земля, размножение и потребление. Ствол мозга, рептилия, как бы мы этого не хотели. Ну и, соответственно, индивидуальная эволюция человека, она заключается в том, чтобы уйти из власти рептилий, подняться во власть человеческую. Вот. И иногда я даже рассказываю об этом в разных продвинутых психосоматиках. И при чём тут Иисус. Но сегодня не про это. Я хотел поделиться, знаете, вам какой. Я сегодня вешал гирлянду на дом, на фасад. Вот. И соседка, уже взрослая женщина, она такая уже советского поколения такого, она, мы говорили с ней, она говорит, ты в курсе, говорит, что дефолт-то будет после Нового года? Я говорю, знаете, нет. Люди из Москвы, которые к моему тестью, что ли, или как там, неважно, мужу, дочери, или кто он там, приезжали из Москвы люди, говорят, что там уже все это знают, что дефолт будет. Вы не в курсе, нет? Тут вот у нас всё-таки про бабки, по бабло, про деньги. Не в курсе, нет ничего. Вот. Потому что вот так, вот таким вот образом передаётся один из вариантов тревоги по поводу денег. То есть, мне было предложено сонастроить свою рептилию, соответственно, с рептилией моих соседей, с рептильным мозгом. Да? И у меня маленькие дети, поэтому я готовлюсь. Вот. Нет, не в курсе. Ну, я решил тоже не быть в курсе, потому что быть в курсе в отношении дефолта, это, знаете, нужно впасть в очень сильную тревогу. Поэтому я сделал в этот момент свой выбор. Давайте будем честными. Когда ты слышишь это, особенно, особенно, когда речь идёт о людях из Москвы, которые сказали, а они-то точно приближённые, вот, вот эта вот фраза, и мне было предложено потревожиться. Но я выбрал не тревожиться, потому что, ну, потому что я это умею. Я это умею делать в большинстве ситуаций, не во всех. Что касается детей, не всегда получается такой сильный триггер. Что касается вот себя и каких-то своих движух, уже в основном, ну, большая часть получается. Вдобавок ко всему, год назад я наблюдал за одним блогером, женщиной, которая занимается темой денег. Больше года назад я наблюдал, я исследовал поле, потому что у нас в своё время тогда выходил курс по деньгам, там, вебинар назовём его. И я так наблюдал, чего вообще в поле говорят. И когда я наблюдал за этим блогером, очень достаточно популярным блогером в отношении денег, я столкнулся с такой темой, что вот накануне вот очередного витка первых ковидных ограничений, это больше год назад было, блогер вдруг заговорил со мной из экрана. Ну, конечно, не то, что он заговорил со мной из экрана, своими текстами своих постов, она заговорила напуганной рептилией. Нужно закупить вот это, вот это, вот это, вот эти, вот эти ограничения. То есть, если убрать вот это содержание, блогер, я рассказываю эту периодическую историю, этот блогер заговорил со мной языком нехватки. То есть, вот с этой женщиной, с моей соседкой, они примерно об одном и том же. То есть, давайте я напишу, чтобы никто не путался. Сейчас. Да, спасибо. Тревожность, как помеха в деньгах. Вот, у нас прикрепленный комментарий будет. Через некоторое время этот пост был удален, потому что это не оправдалось. Вот. И, соответственно, к чему я веду? Ну, последний, последний пример, который я скажу, он меня периодически поражает, как люди, которые имеют огромное бабло, могут покончить жизнь самоубийством, потому что в результате каких-нибудь... Ну, бывает такое, в результате каких-нибудь махинаций, сделок, каких-то изменений на фондовой бирже происходит большая потеря больших сумм, и в результате этого люди оказываются в состоянии глубокой депрессии, кризиса, страха и не выдерживают вот это напряжение и готовы покончить жизнь самоубийством, даже несмотря на то, что с точки зрения простого среднего обывателя оставшихся денег хватит абсолютно на безбедное существование на всю оставшуюся жизнь. Смотрите, какие жесты я использую. Рептилия радуется, называется. Невербальный язык. Я это присвою. Давайте я вам зачитаю... Есть такая книга «Искусство управления миром». Замечательная книга, она основана на Дао Дэ Цзин и Цзин. То есть это восточная философия, которой уже много тысяч лет. И специально для вас я зачитаю кусочек, как еще много тысяч лет назад о тревоге в отношении, ну, можно сказать, в деньгах говорили тогдашние мудрецы. Значит, если что-то приобретаешь, то это обязательно вызывает ощущение тревоги. Если что-то теряешь, то это тоже тревожит. Ощущение улучшения и ухудшения положения дел лишь предвестие обретений и потерь. И то, и другое, лишь тревожные оповещения. Ну, и тут на следующей странице я бы вот так... Тут рекомендация. Используй свое тело, чтобы изучать себя и мир. И вот тут еще маленькая рекомендация сразу на соседней странице. Благодаря этому, следуя изменениям мира, управляя, ты можешь управлять обстоятельствами через изменение своих состояний духа. Книга называется «Красиво, да? Искусство управления миром». Но с точки зрения восточной мудрости и философии, еще раз повторю, Дао-де-дзин и дзин, вот эти вот все базовые трактаты, ты не можешь управлять окружающим пространством и положением вещей в своем окружении, иначе, кроме как, научившись управлять своими внутренними состояниями. Видите, какая толстая. Все, по большому счету, про управление своими внутренними состояниями. Таким образом, давайте обобщим. Вторки потом выложить книгу и цитату. Хорошо. Давайте обобщим. Деньги являются очень субъективным. Наши переживания в отношении денег это вещи очень субъективные. Наши тревоги, наши страхи, опасения это очень глубоко субъективные переживания. И то, насколько мы, естественно, взаимодействуем с деньгами и какой опыт они нам приносят, сначала это живет в нашем теле. Это все живет, естественно, в нашем теле, в общем-то, как и главный постулат психосоматики. И, соответственно, научившись управлять этим здесь, научившись управлять своей тревогой в связи с приобретением или в связи с возможной потерей, вы переходите из состояния рептилии. Куда? Не обольщайтесь. Сначала в состоянии животного. У рептилии и у животного лимбическая система и ствол мозга разные страхи в отношении денег. Я сейчас немножко об этом поговорю. Ну что ж, деньги всегда были и есть тревога. Если вы знаете, что... Я не знаю, знаете вы или нет, но с точки зрения вашего мозга приобрести так же опасно, как и потерять. То есть, выигрыш в лотерею является таким же, таким же, скажем так, большим источником угрозы приобретения. Выигрыш в лотерею является таким же большим источником угрозы для вашего мозга, как и потеря всех денег. Парадоксально, потому что с точки зрения вашего автоматического мозга ваша задача находиться в тоннеле, в тоннеле возможностей. И вот эти тоннели, стенки этого тоннеля, это и есть то, что охраняет, по большому счету, тревога. Взаимодействовать с этими стенками тоннеля вы можете только через телесные ощущения, через телесный опыт, через свои эмоции, через ощущения. То есть, то, как я и предлагаю работать по большому счету, вообще с тревогой. То есть, телесная часть. И только исследуя вот эти стенки тоннеля внутри, вы можете выбраться за эти пределы. В чем подлость нашего «меня деньги успокаивают»? Вы знаете, соответственно, продолжите фразу «и если они уходят, то что со мной происходит?» Навряд ли я успокаиваюсь. Вот. Чем подло наше время? Вот возьмем ту соседку, про которую я вам рассказал. Вообще-то, если вы откроете свои телефончики, залезете в инстаграмчике или в телеграмчике, вы наткнетесь на огромное количество информации, которая способна вызвать большой поток тревоги, тревожных мыслей и информационное давление, в наше время является одним из ключевых источников тревоги. То есть, вот я вначале сказал о том, что мне сказала соседка. Ради интереса поднимите руки те, кто точно знает, что сейчас, вот после того, как я сказал эту новость про дефолт, я ничего не придумал. Я, правда, вешал гирлянду, и моя соседка подошла и сказала, а ты в курсе, что после нового года будет дефолт, что все самые богатые сейчас только и занимаются тем, что переводят активы из бумаги в недвижимые и что-то такое фундаментальное. И вот я это сказал, информация, которая пришла в мою жизнь сегодня. И мой мозг говорит, так как это касается выживания, ты не имеешь права, Игорь, это игнорировать. Ты должен сейчас найти какое-то решение. И я сказал, знаешь, дорогой мой мозг, я не собираюсь заниматься тем, что не является, как бы сказать так, правдой. Но подлость заключается в том, что правда вещь субъективная, не объективная, а субъективная в отношении таких вещей. Мой вопрос к вам. Кто купился? Кто не смог, даже не то, что купился, а кто-то из вас есть сейчас, те, кто не смог эту информацию просто так отпустить. То есть, часть внимания осталась там, и вы, возможно, уже почувствовали даже это. Просто обратите внимание, если такие есть. Я рад, что вы спокойны, не реагируете, у вас уже выработался иммунитет, но, к сожалению, огромное количество людей хотим, мы хотим или не хотим, хотим мы этого или не хотим, мы находимся под таким информационным давлением, который каждый день, Наталья Правдина говорит, не надо тревожиться об этом. Если это работает по-простому так вот, не надо тревожиться об этом, то действительно, я согласен с вами, не надо тревожиться об этом. Но для того, чтобы не тревожиться, нужно как минимум вот этот первый шаг сделать. Отделить правду от неправды. Как делает это Наталья Правдина? Мне было бы очень интересно, как отделить правду от неправды. Это очень субъективный процесс. Это то, что первое вам придется сделать для того, чтобы научиться не попадать в эти ловушки. Правда от неправды отделяется не там, а вот здесь. Для того, чтобы успокоить вас. Сейчас, секундочку. Цепляет, цепляет, да и проверяем, цепляет. Пусть хоть дефолт, хоть два. Я просто знаю, что не будет. Но все повторяется в экономике. Хорошо. Вот. Что мы сейчас с вами делаем в этом чате? Мы начинаем совершать первую ошибку. Мы уже пошли в обсуждение. Ну, то есть, если посмотреть на чат, что происходит, мы начинаем уже обсуждать. Это говорит только об одном. Я сейчас не буду обсуждать. Это говорит только об одном, что информация вошла. Вот так ведет себя человек. Если представить, что чат это человек, то информация вошла. Информация уже работает. Все. То есть, внутри мы не можем это отпустить. Ровно до тех пор, пока не найдем решение. Но так как этому решению нет, потому что единственным решением является уйти в будущее, либо совершить какие-то действия, которые успокоят. Например, тут же пойти и все сбережения потратить на недвижимость. И тогда хоть чуть-чуть успокоиться. Или закупиться крупой. Или вот как принято в США, если вы помните, США это страна, которая подарила миру замечательную идею зомби-апокалипсиса. И апокалипсиса вообще. Знаете почему? Потому что внутри нации существует эта тема вообще. и склонность американцев к бомбоубежищам и вот этим индивидуальным сохранением, индивидуальным бомбоубежищем и вот этим запасом на случай, конечно же, не зомби, а ядерного апокалипсиса. Она очень там жива. И вот такое может быть решением. Но так как мы этим не занимаемся, у нас должно быть другое решение. Это решение должно осуществиться здесь. Отделить правду от неправды. Это первый пункт, которому я учу. Кстати, он есть в бесплатном уроке. В бесплатном уроке по тревожности я обучаю, как отделить правду от неправды. И как не свалиться в тот процесс стволовой рептилии, который я имею в виду курс тревожности. Как не свалиться вот в эту первую ловушку начинать внутри катать туда-сюда. Потому что давайте так. После Нового года будет инопланетное вторжение. Мало кто поднимет руку и скажет меня это цепляет. Даже если это будет, то этот человек навряд ли эту руку здесь нарисует. Потому что неправда не вызывает внутри переживаний. Так вот, когда мы переводим из категории правды в неправду, наш мозг сам это отпускает. Сам. Мозг никогда не тратит время на то, что не является угрожающим. Никогда. Как только мы сделаем этот щелчок, мы свободны. тоннель денег. Тоннель денег это вот то, что я сказал. Мы вынуждены оставаться в некоем тоннеле денег. Конечно же, тоннель денег придется исследовать. Это стеночки, да, сверху, снизу, которые храняются тревогой. Как только вы подбираетесь, как только вы хотите устроиться на работу, которая должна принести вам больше, чем положено по тоннелю. Или вы приближаетесь в своих мыслях, картинках к нижней части тоннеля, или к левой, или к правой. Ваш мозг будет сигналить той или иной тревогой. Из чего состоит этот тоннель? Здесь очень индивидуально. Здесь все очень индивидуально. И эту индивидуальную угрозу вам придется отыскивать. Ну, вот из того, что мы сегодня с вами поговорим, я постараюсь выделить время на то, чтобы поотвечать на ваши вопросы, и мы с вами поговорим о ваших тревогах и каких-то нюансах. Я сейчас буквально расскажу какие-то базовые вещи, которые мне важны, чтобы вы понимали. Так вот, этот тоннель тревога будет всегда сигналить о том, что вы, если у вас есть тревожность в отношении денег, значит, вы находитесь возле какой-то стенки тоннеля. Какая? Это нужно исследовать, этим нужно заниматься. Но тревога говорит о том, что сейчас ты находишься на границе. На границе, которой в действительности не существует. Но для тебя эта граница реальна. Для тебя эта граница реальна, потому что твой адреналин в этот момент сокращает мышцы. и все. В этот момент адреналин сокращает твои мышцы. Твой мозг думает, что сейчас здесь нужно сокращать твои мышцы, потому что здесь какая-то граница. Она невидимая, она субъективная, она непонятная, ее можно искать, исследовать. Это делают все, кто занимается темой денег, это понятно. Но работа вот с этой границей может строиться, прикиньте, даже без такой глубокой проработки. Потому что вся полнота этой границы она уже есть здесь. И вот эта телесная работа с этой границей, с этим тоннелем, это то, что вы тоже можете делать уже даже я в курсе, конечно, тоже даю проработку причины так называемых хищников. Почему? Это может быть что угодно. Это опыт детства и убеждений, и установки, и рядовой опыт. Поэтому это отдельно. Но вот телесная работа, которая идет с тоннелем, с ощущениями через телесные практики, это то, что вы можете делать в реальном времени и с интересом исследователя подходить к границе каждый день. Чем больше будет интереса и возможности эту границу переходить из опыта, который вы обретете, тем интересней вам будет вам здесь уже посередине будет скучно. Понимаете? Вам будет скучно посередине. Вам станет интересно на границе. Вам станет интересно заглядывать туда, смотреть, щупать, пробовать, и вы не заметите, как эти границы будут постепенно расширяться. И вам не надо специально достигнуть там результата такого-то, за такой-то срок и так далее. Зачем? Исследовать границы как телесный процесс, как телесный опыт. Я этому... А у кого тут нет денег, я не знаю даже. Это то, что можно делать даже без проработки причины. Ладно. Если вспоминать людей, которые обращаются ко мне, например, за темой денег, таких людей достаточно. Это не самая большая часть, конечно, но таких людей достаточно. Знаете, одна из частых проблем людей, и часто это состоятельные люди. Давайте перейдем к следующей категории, те люди, у которых есть деньги, но у них есть и тревога. Смотрите, в чем здесь прикол. Парадоксально. Но эти деньги, эти люди уже имеют внутрь себя стройные способы зарабатывания денег. Но в какой-то момент они сталкиваются с ситуацией, что компас, по которому они обычно шли, перестает показывать в нужном направлении. Я привел лишь только два примера. Например, ложная информация в виде новостей или ложные посылы современного общества потребления в виде маркетинга, потому что, поверьте мне, когда выходит новый айфон, очень многие люди погружаются в настоящую тревогу и депрессию от того, что они еще могли не выплатить кредит по старому айфону. Поэтому маркетинг современный заставляет нас ощущать постоянное отставание в теме потребления. Соответственно, очень много тревоги за свой доход и заработок, потому что мы, к сожалению, сидим в большинстве на вот этой игле оценки себя. Это я так привел два примера. Так вот, эти люди приходят, люди, имеющие деньги, они приходят и показывают свой компас. И они говорят, я либо не вижу стрелку, нужно с этого компаса убрать песок, либо стрелка не двигается, она как будто зациклилась в каком-то положении. Как будто бы к этому компасу поднесли магнит. У каждого из вас есть нормально работающий компас. Но вот эти штуки, дети отравят, бандиты отберут, дефолт, тому подобные вещи, это штуки, которые заставляют ваш компас, так работает тот самый рептильный мозг, который говорит, я не дам хозяин тебе право игнорировать эту информацию. Хозяин говорит, да сколько этой информации уже лет было, да сколько уже можно? А внутри я справиться не могу. Я головой корой понимаю, корой мозга сознанием понимает, рептилия это штука бессознательная. Она говорит, знаешь, пока я чувствую тревогу, ты у меня будешь идти вот в этом направлении. Извини. И работа с такими людьми строится в том, чтобы убрать магнит и позволить стрелке самой показать куда. Потому что до этого эти люди показывали моя стрелка, мои, грубо говоря, мой опыт, мои навыки и так работают, я это уже показывал. Но в определенные обстоятельства, там, либо циклично повторяющиеся в их жизни, либо в связи с какими-то обстоятельствами жизни, магнит нарушает ориентацию этой стрелки. В результате тревога. А тревога, знаете, что такое тревога? Знаете, что такое страх? Это настоящий, вот если здесь есть мужчины, внимание, это настоящий электромагнит. Смотрите, как он работает. Существует гипоталама? Ну, нет. Значит, существует лимбическая система нашей, внутренней, внутри этой лимбической системы встроен миндалин, орган тревожного реагирования. И вот, когда мы сталкиваемся с информацией, которую я сказал в начале сегодняшней встречи, например, дефолт будет, человек не может игнорировать эту информацию в результате того, что миндалина начинает зацикливать электрический сигнал. Он начинает гоняться по определенному набору нейронной сети. Все. Вот он там, как вот он там постоянно гоняет. Со временем этот сигнал может генерализироваться, то есть, я думаю об этом, я даже не сплю, эта мысль возвращается. Этот сигнал захватывает все больше и больше нейронов, в результате получается электромагнит. Если вы откроете книгу по эмоциональному интеллекту классического код-автора, я его уже забыл, я у него взял когда-то эту аналогию, вот, вы можете почитать эти исследования, человек перестает быть человеком, потому что он силится принять какое-то решение, он силится, делает усилия для того, чтобы вызвать электрические сигналы, там, где-то в коре, здесь, 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 там, ну, я очень грубо говорю, он силится, чтобы создать какое-то решение, а это решение вот этим электромагнитом, потому что здесь возникает электрический импульс, куда он притянется, он моментально щелк и притягивается к электромагниту, и остановить вот этот электромагнит, это значит остановить вот эту вот тревожную ось, миндалина, гипоталамус, гипофиз, и вот это вот, вот эту вот всю систему, она, она прям настоящий электромагнит в голове человека, и как, когда мы разбираемся с тревогой, мы убираем электромагнит и высвобождаем все возможные творческие способы принятия решений, это то, что то, что я предлагаю то, что я предлагаю достигать в курсе с помощью такого замечательного инструмента, как отстраненная осознанность, осознанность, потому что этот инструмент основан на ну, назовем его так, основан на тысячелетней истории применения во всех во всех духовных направлениях, во всех мистических направлениях человечества, и который просто превратился в самую эффективную модель личностного роста в современной психотерапии. Это отстраненная осознанность или это mindfulness терапия и так далее, так далее. То есть я просто рассказываю, как этим пользоваться для того, чтобы никакой магнит никогда не помешал стрелке вращаться ровно так, как вы интуитивно чувствуете. Кстати, именно на этом, на этой свободе вращения стрелки основана та самая вся восточная философия, когда вы искусство управления миром. Та самая вся восточная философия, которая учит по большому счету умению следовать за стрелкой и возникающей реакции на тоннель прорабатывать. То есть есть тоннель, а вы ходите так, как ведет стрелка, как будто этого тоннеля нет. И вот так вы самым коротким путем выйдете туда, куда хотите выйти, к своим, например, финансовым результатам. Здесь, кстати, тоже конкретно об этом тоже написано, но потом как-нибудь дочитаю эту книгу, я обязательно с вами поделюсь. Значит, какие два типа переживаний существуют в отношении денег? Значит, денег нет. Вот это переживания людей, у которых сейчас денег не хватает. Денег нет. Да, доминаль это возбуждение у меня помогает. Да, действительно. Страх это провокация. Страх это магнит, который вы не имеете права игнорировать. Я специально вам сейчас в начале сказал про дефолт. Я еще раз говорю, я это не фигуру слова не придумал. У меня соседки, я вешаю гирлянду, соседка приходит, начинает рассказывать. Ну, потратил я некоторое время, несколько минуток на то, чтобы эту информацию обработать и там дойти до принятия. Потому что если мозг говорит, я не имею права игнорировать, все, что связано с выживанием, мозг рептильный говорит, нельзя игнорировать. Он обращается к хозяину, говорит, я не могу это отпустить, хозяин, пока ты мне не скажешь, что это безопасно. Но кара здесь не работает. Сказать рептильному мозгу безопасно можно словами не получается, он не умеет разговаривать. И даже лимбическая система, там ваше животное не умеет разговаривать. Единственный ответ, который вы можете дать, это ответ биологической обратной связи. Кстати, вы можете открыть интернет и почитать, что метод биологической обратной связи, скажем так, который, это, конечно, своего рода костыль, потому что он предполагает разного рода аппаратную поддержку. Ну, например, в современные смартфоны это тоже легко внедряется, когда тебе надо понизить давление, когда тебе надо что-то изменить состав сахара. Тебе делают игрушечку на телефон, которую, которую, ты играя в которую, ты создаешь такое состояние в себе, которое помогает там элементарно снижению давления, ну, каких-то элементарных физиологических показателей стресса. То есть, так игра выстроена, чтобы ты состояние переходил. То есть, напрямую ты не можешь изменить состояние. Иногда нужны вот эти костыли в виде аппаратной поддержки. Этот метод в биологии называется обратная биологическая связь. Вот видите, слово дефолт я специально играю с вами. Ну, играю с вами. Ну, правда, и это стечение обстоятельств, что эта соседка так сказала, но, видите, не покидает это слово наш с вами сегодняшнюю встречу. Первое опасение в отношении денег. Я бы их разделил на два лагеря. первое, это те, у кого их нет, и они боятся, что их не хватит, их нет. Второе, те, у кого как будто бы они есть, но я боюсь потерять. Здесь очень интересно, те, у кого их нет, какие страхи, какие проблемы. Я не смогу. Напишите, пожалуйста, вот тут кто-то написал. У нас в Канаде хорошо живут люди, и они имеют подушку безопасности. Знаете, в Канаде живут очень по-разному, так же, как и в любой другой стране, так же, как и в США. Некоторое время назад я смотрел канал Алекса Брежнева, он жил в Канаде, и я внимательно слушал про то, как там живут люди. Я думаю, что это будет неприятная правда про Канаду. Я уверен, что Канада, так же, как и США, очень разная страна. Но, например, если мы возьмем США, то в прошлом году один из Оскаров был отдан фильму, который говорит о целом, так сказать, о целом слое населения страны, которая живет в трейлерах. И этот фильм взял Оскар, потому что пришлось признавать определенную правду про США и про все вот эти подушки безопасности, которые в один момент исчезают. Давайте будем честными. У нас на планете плюс-минус одинаково обстоит жизнь. И если мы начнем сравнивать Канаду, США и Россию, то мы попадем в ловушку. Ну, ладно. Это классическая ловушка, потому что она подразумевает оперирование внешними факторами. Ваше спокойствие лежит ни из-за Канады, ни из США, ни из-за России, ни из Украины. Я вижу, просто здесь люди из Украины есть. Здесь наше спокойствие, оно начинается только вот здесь, прикосновение к этому тоннелю. Поэтому, дорогие друзья, Канада, Канада, канал Алекса Брежнева смотрите. Замечательно, так весело рассказывает и про США, и про Канаду. Так что, по-разному, конечно, там люди живут. Значит, не смогу. Кто тут не сможет? Безопасно, без денег? Это о чем на самом деле? Это на самом деле о том, что тоннель ваш в отношении финансов настолько занижен, что вот эти стенки, они очень индивидуальны. Это, конечно же, надо исследовать. У нас, кстати, я вот сегодня говорю про курс тревожности. У нас есть вот тот самый вебинар про деньги полностью от А до Я, про то, как они работают, как они устроены, про долги, про всякую вот эту историю. Вдруг вы захотите. Я сейчас спрашиваю больше про... Я разделил только что, там, пять минут назад я разделил всех людей на тех, у кого нет и тех, у кого есть. Это вот базовое такое деление. И тех, у кого нет, свои страхи. Например, страх классический не смогу. Не смогу. Вот. Видите, тут оказывается отношение к Канаде. Алекс, мой сосед, он молодец. Ну, тем более, вы знаете его контент. Так что, я за правду, а правда она заключается в том, что на планете Земля люди везде одинаковы. Вот. И мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами, но как будто бы наш мозг говорит, ты сможешь решить эту проблему, если окажешься где-то там в какой-то сказочной реальности. Решайте ее сейчас, не надо, не обманывайтесь, пожалуйста. не смогу. Классический страх, классический страх. Тревога, не смогу, это тот же механизм магнита. Чем больше я не смогу, тем больше, чем больше я внутри ощущаю, думаю, представляю, что не смогу, тем больше я, скажем так, замыкаю компас в одном положении. Если я решу этот вопрос не смогу, я столкнусь вот с этим. Вот компас начнет кидаться и тогда мне придется куда-то идти. И тогда мне придется рискнуть. И тогда, возможно, мне придется ошибиться. И тогда, возможно, мне придется столкнуться с проигрышем. И тогда, возможно, придется опять посмотреть на компас и на основе этого опыта сменить направление и пойти. И это нормальный путь, но тревога говорит, ты не сможешь. Она замыкает компас и говорит даже не вздумай рискнуть попробовать пойти по этому компас я не имею права я не имею права ошибиться вот когда я не смогу это значит что если ошибусь то труба вот чё часто стоит что что часто стоит за этой темой 2 2 если человек у человека нет денег 2 2 в чем нужно обязательно разобраться конечно же в причинах эти причины стоят за тем я вот например в курсе про деньги рассказывает ваш мозг не знает что такое деньги ваш мозг на и только те смыслы которого у каждого прикреплены к теме денег то есть вот у вас есть тема денег а вот есть некий опыт который мозг должен соединять с тем и денег у меня мозг соединяет с темой денег одни истории у вас мозг с темой денег соединяет другие истории это истории не только ваши но еще и родовые и в этом смысле придется разобраться точно когда я боюсь когда я не иду и думаю что не смогу и конечно же не могу почему какие смыслы стоят за деньгами моей жизни вообще это ну это базовая вещь которую вам придется решить в вашей жизни значит замечательная такая штука я думаю что мы просто как-то сделаем это вместе я давайте так я просто в один из дней предупрежу может быть выйду в эфир и мы сделаем такое небольшое мини упражнение на контракт с деньгами негласный контракт я просто здесь пункт что ну или я его там запишу потом раздам как бы виде записи мини упражнения пускай это будет таким новогодним подарком рождественским вот переписывание контракта с деньгами в отношении со своими родителями вот ну у меня родилась мысль надо ее записать потому что когда вы не когда вы думаете что не сможете когда у вас нет денег вообще-то надо разобраться контракт какой стоит у меня за деньгами связь связки с подвис потребностями которые то есть смыслами и потребностями и вот как этот контракт звучит и как его переписать поэтому да я предложу эту практику она такая и просто и простая в то же время непростая сложненькая вот и я не подарю скажу люди пробуйте перезаписать свой контракт тем более новый год вы всегда можете попросить у родителей изменить условия контракта но если они откажут сами изменить ничего страшного это вот если мы говорим о тех людях у которых нет денег это то чтобы я вы выделил вот поэтому смотрите за анонсами я нет энергии нет денег да и тогда вопрос где ваша энергия дело в том что отсутствие энергии это симптом того что я заранее не смогу это вот то про что я сказал самое первое если я заранее не смогу если я заранее не имею права если заранее если если я заранее полезу а мне голову отстригут даже ниже чем волосы там да то тогда мой мозг сделает сделает отсутствие энергии над почечниками он сделает он скажет хозяин там настолько опасно что ты я тебя спасу поэтому за отсутствием энергии всегда стоит угроза поэтому там где нет энергии там где есть снижение тонуса всегда ищите хищника в том в той или иной форме энергия денег эта энергия либидо деньги очень близки по энергии к сексуальности и к творчеству то есть деньги творчество и сексуальность это три очень близкие темы значит тут и ствол мозга пожалуйста как источник энергии там для нашей рептилии и это это очень близкие тональности то есть у многих авторов которых я учился скажем так эти энергии эти энергии эти тональности скажем так объединяется поэтому хотите понять чего у вас с деньгами задайте вопрос что у вас вообще с сексуальностью и творчеством потому что эти вещи очень близкие вот теперь давайте посмотрим это у нас как правило здесь у нас как правило живет рептилии как отличить в деньгах рептилию от в деньгах рептилию от животного у нас есть рептилия у нас есть животное у нас есть человек как в теме тревоги денег отличить рептилию от животного и от человек рептилия это ствол мозга напоминаю и ствол мозга всегда говорит я либо очень этого хочу там но боюсь например я я взяла и боюсь потерять помните вот этот жест который показывал я присвоила и боюсь потерять вот это рептилия то есть когда ваши переживания в отношении денег связаны с потерей с нехваткой станции с нищетой с бедностью с каким-то ужасом прозябания банального не хватит это рептилия говорит а как пугается животное животное пугается ну она может в том числе и так пугаться но рептилия точно не пугается статусом вот когда ваши ваши деньги боитесь потерять пугаются статусом привет маркетинг я про маркетинг уже сегодня говорю вот когда ваш вы пугаетесь статусом да я присвоила мужа с деньгами не забывайте пожалуйста она и все остальные для нашего мозга мы идентифицируемся вот с мужем вы идентифицировались анну вы почему-то на ланты ты они идентифицированы с мужем как с некой своей субличностью то есть внешне это муж но для твоего автоматического мозга это не муж это некая твоя часть которая входит противоречие с другой частью и это уже твоя история мы идентифицируемся с нашим именем идентифицируемся с работой идентифицируемся с призванием мы заложники идентификации поэтому это отдельная история. Так вот, рептилия не думает статусами, а вот животное думает статусами. Поэтому те, кто тревожится из-за статусов, можете порадоваться, вы тревожитесь хотя бы на уровне животных. То есть это иерархия. То есть деньги, потери денег может уронить мою иерархию. Вот. Поэтому если я потеряю тех, у кого есть деньги и они боятся потерять, боятся потерять либо нехватка, это еда, это рептилия либо я потеряю статус вот пока в айфонах камеры 12 мегапикселей лучше буду менять батареи вот видите самое живое самое такое прям самое такое живое из вообще из вот из из острия маркетинговой жизни чего боюсь потерять вот и в голубой цвет покрашу для того чтобы он был трендовый да вот и тогда никакое никакой пылинки в моем статусе не будет какие тут непонятно про статус когда давайте еще раз непонятно про статус когда вы боитесь потерять деньги задайте вопрос чего боюсь потерять я боюсь нехватки на первом месте придет ну как там такого прозябания нету денег я вспоминаю картины детства мама заходит и говорит не на что купить что-то я не могу что-то приобрести это рептилия ам приобрести кусок а когда вы видите в ответ на мой вопрос картинку где вы не соответствуете машиной айфоном там я не знаю статусом не можете оставить чаевые сколько привыкли люди вдруг замечают что вы как они смотрите она как мы она как мы вот и все и вот это статус чего тут непонятно возможности какие-то тачки учебы тут очень важно тут очень важно смотреть что я что я ставлю на первую и в первую очередь вот пугаетесь либо рептилией либо либо соответственно человеком ну и приравнивает это все человек вот на курсе по тревожности помните в чем суть буддизма буддизм говорит как только ты сможешь распознать галлюцинацию ну тире карму тогда ты выйдешь из всех автоматизмов ты вообще свободен просто просто свободен освободишься это максимальная человеческая реализация возможная на планете то есть в этом же суть заключается и других мистических течений там всех и в том числе кстати христианство тоже то есть я записывал видео где говорил о том что нагорная проповедь иисуса это по большому счету предложение самой высшей формы эволюции выхода за животную иерархию где-то это видео вы готовы есть вы можете найти то есть когда ты выходишь за вот эти прописанные в полушариях иерархические центры управления ну социальную иерархию то есть потерять статус потерять иерархию когда ты выходишь за пределы этого но по сути иисус предлагал нагорной проповеди объяснял там как я там рассказывал продвинутые психосоматики вот тогда ты становишься по-настоящему человеком для которого вот это все остановится не важно и работа с тревожностью это просто это это внешне звучит там работа с тревожностью отношении денег твоя задача уйти из рептилии пройти через животное и войти в человека который все эти сигналы способен наблюдателям внутри себя увидеть отделить правда от неправды в том потоке информации в котором мы живем с помощью телесного опыта поиграться со стенками тревоги сделать так чтобы это было вообще интересным увлечением заниматься стенкой тревоги моей жизни это пипец как интересно ну может быть я с этой части экрана и сижу потому что однажды я сделал вот этот процесс это стало единственно интересным вообще моя жизнь сожалению на определенном этапе моей жизни но и последнее это то что помощью отстраненной осознанности я могу стать вообще наблюдателем за этими штуками и перестать быть тем кого ведут превратившись того кто ведет наблюдает на вот это вот самый высший форма реализации почему я использую часто буддизм потому что mindfulness терапия это вот когнитивно-поведенческая терапия третьей волны и метакогнитивная терапия на основе которой созданы курс по тревожности они являются самыми современными в в теме работы с тревогой с депрессией и кстати это тоже подходит и в теме депрессии там нужны будут небольшие дополнения вот и соответственно они опираются они полностью базируются на вот этой на ядре которая была взращена в теме буддизма духовного мистицизма прошлого вот поэтому можно одновременно быть и рептилий и животным да можно быть одновременно и рептилий и животным и человеком вы никогда ничего не избавитесь дорогие друзья вы не избавитесь ни от рептилий нет животного пока вас можно пощупать пока вас не закопали вы не избавитесь ни от рептилий нет животного человек это тот кто способен сказать им и мои дорогие чем меня будете 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 убеждать меня, тут дефолт будет что ли? Давайте, 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 рассказывайте мне эти картинки страшные все, давайте, давайте. И вот человек, он способен контактировать с реальностью, а не как животные рептилии, крутить порочные патологические механизмы. А они умеют крутить только порочные патологические механизмы. Их останавливаешь и немножко дышишь как человек, чуть-чуть. А потом тебя обманула опять какая-нибудь новость о том, что скоро выйдет новый айфон. И все, и ты уже в тревоге. Вот, когда денег мало, спрашивает девушка, человек боится голода. Когда денег больше, уже есть страх потерять статус. Ну, конечно, это так устроена иерархия потребностей. Я сейчас отвечу на пару вопросов, которые тут, так скажем, которые тут, скажем, были в комментариях к посту. Мне попросили на них ответить, я сейчас прокомментирую. Скажем так, а вы, если хотите, можете пока задать какие-то вопросы. Я несколько вопросов отвечу. Сейчас я посмотрю этот пост. Вы можете пока задать вопросы. Вопрос номер один. В последнее время фоновая тревога о деньгах, а точнее о их недостаточном количестве, накрыла меня. Стараюсь не ныть, а искать выходы. Учусь, развиваюсь, помимо работы. Но вот времени катастрофически не хватает. И постоянные мысли было бы больше времени. Сделало бы и то, и это. Но, увы, работа 9 часов снимает большую часть времени. Иногда на детей даже времени нет. Про время на себя вообще молчу. Были бы деньги, я бы точно не работала по найму. Слово «время» в этом сообщении употребляется 24 раза. Поэтому конфликт здесь точно про время, точно про сроки. И это, вдумайтесь, для того, чтобы человек испытывал ощущение, нехватки времени, нужно у человека создать тревогу неуспевания, не соответствия. Вот если мы говорим через парадигму тревожности. У меня какие-то отношения со временем. Деньги здесь являются следствием того, что мои отношения со временем содержат какую-то сильную тревогу. Смотрите, все очень просто. Фоновая тревога не имеет права быть оставленной просто так. Вы не имеете права проснуться и сказать «Ох, фоновая тревога, ну ладно, а чем заниматься-то будем?» Фоновая тревога у каждого человека говорит «Сегодня ты будешь заниматься мной и ничем больше». И вот у каждого человека фоновая тревога находит свой способ с ней справляться. Нехватка времени – это один из распространенных способов справляться с фоновой тревогой. Если мы говорим об этом, если я отвечаю на этот вопрос через парадигму тревоги. И тогда следующий вопрос. Что такого в вашей жизни было, что фоновая тревога стала… Что скорость стала способом решения этой проблемы? Что тема скорости и нехватка времени стала проблемой? Ну, это вообще женская тема. Берегите свою щитовидную железу. Вообще-то. Значит, дальше, следующий вопрос. «Как победить тревогу, если мать, родная сестра и отец лишили меня мошенническим способом моего законного жилья? А где мне жить? И за что их не колышет?» И так уже продолжается много лет. На свою другую квартиру насобирать невозможно. К сожалению. Они родили нас с сестрой в СССР. Как бизнес-проект. Ведь квартиры давали тогда семьям с детьми. «Никогда меня не любили, всегда гнобили, оскорбляли, унижали, а потом обманули и выгнали. Кинули, короче говоря. Одесский еврей-адвокат сказал, как и другие, что через суд ничего не вернуть. Так они все умно провернули. Так и живу». Вы знаете, в чем для меня лично боль этого сообщения? Значит, очевидно, что здесь это сообщение пишет ребенок. Это сообщение пишет ребенок, которого очень глубоко, сильно отвергли. Он был не нужен изначально. Это понятно. И боль этого сообщения для меня лично заключается в том, что огромное количество сил этот ребенок до сих пор... До сих пор, вот если посмотреть на этого ребенка, он спиной к вам, а лицом в прошлое. Этот ребенок смотрит в прошлое. Этот ребенок не может посмотреть в будущее. Потому что вот это и есть, на мой взгляд, со стороны самая большая боль, когда ты видишь, как... Когда привели в жизнь ребенка в жестких обстоятельствах, ну, например, вот как написал, да представим, что это правда, бизнес-проект. Ради квартиры. И потом выкинули, как отработанный материал, потому что досталась какая-то роль там в семье этому ребенку такая. Этот ребенок не может от этого освободиться. Ребенок не может отпустить это. Ребенок не может развернуться в будущее. Ребенок зациклен, он как магнит притянут к этому прошлому. Он с ним пытается разобраться, в него смотреть, ждать обиды. Вот это больно смотреть. Но и в то же время, для того, чтобы отрезветь, Жильбер иногда говорит в таких случаях... Я сейчас процитирую, вы, пожалуйста, не обижайтесь. Я надеюсь, что Инстаграм меня не заблокирует. Но Жильбер иногда говорит такую фразу. Если вы до сих пор продолжаете ждать от ебанутых людей, что они изменятся, я... Он говорит, ну, не так говорит, он говорит, ну, просто говорит, значит, вы ебанутая сама. Вот и все. Ждать от ебанутых людей, что они изменятся, это значит быть ебанутой. Вот это хочется процитировать Жильбер-Жино. К сожалению, вот кому-то может быть неприятно, но иногда для того, чтобы отрезветь, нужно называть вещи своими именами. Вот, потому что не дождетесь. К сожалению, тогда вы не дождетесь. Вот. И, соответственно, тут остается только одно. Ну, в рамках вашего невроза я бы мог подсказать вам такое решение в стиле, если вы для них бизнес-проект, то лучшее, что вы можете сделать, стать настолько ценным активом, чтобы они сами захотели к вам вернуться. Ну, это невротическая модель, конечно, такая. Вот. Ну, вдруг это вас согреет. В действительности здесь, конечно, вариант Жильбера. Вот. Если есть какие-то вопросы, я давайте... Скажите, пожалуйста, если никогда нет денег и работаем, но всегда куча долгов, и денег даже на еду не хватает, родители так же жили. Не хочу проживать жизнь родителей. Ну, из того, что я сегодня сказал, получается, что вы, например, даже нашли... Получается, что вы, например, даже нашли обстоятельства, в которых был определен тоннель. Эти обстоятельства – модель моих родителей. Вот она такая. Значит, ваш мозг теперь знает, что... Сохранение условий этого тоннеля... Знаете, что такое тоннель? Сейчас. Вот. Вот это вся карта возможностей. А ваш тоннель... Вот, допустим, вот здесь такой. Маленький квадратик такой. Тоннель, в котором вы имеете право существовать. И в этом тоннеле отчаяние. Да, что тут еще? Что тут у нас еще? Куча долгов. Отчаяние рождает. Потом... Я предположу сейчас. Я предположу, что здесь, в этом тоннеле, отчаяние. Беспомощность. Отчаяние, беспомощность. Что еще в этом тоннеле у нас, скорее всего? Обида на мужа, наверное. Что он там не зарабатывает. Обида какая-нибудь там. И так далее. Смотрите. Если вы посмотрите вот на то, что я выписал, на маленький тоннель. Вот общечеловеческий тоннель. Ваш он вот такой. Даже меньше. Я его даже под увеличительным стеклом нарисовал. Ваш тоннель такой. И получается, что внутри этого тоннеля вы вынуждены всегда кататься вот по этим чувствам. Отчаяние, беспомощность, безысходность, обида, страх. Например. Я так. Поверхностно. И если бы я спрашивал вас, если бы это была просто, как бы какая-нибудь терапия, я бы вас спросил бы. Вы знаете, вы как мим, вы как мим, знаете, вот эти мимы, которые во Франции, например, красить лицо белым и изображают что-то. И вот я бы вас спросил, вот это вот вы какую хрень изображаете из того, что было? Ну, вы нашли. Я изображаю своих родителей. Такой ходит мим по площади и изображает нехватку денег. Ну, я такой, ну, хорошо, что вы нашли. Интересно, что изображали ваши родители. То есть там можно бы дальше посмотреть. И тогда просто возникает вопрос. Ну, вот вы изображаете это все. И для того, чтобы это все изображать, нужно поддерживать вот этот тоннель. И если берем сегодняшнюю встречу и берем тревогу, у меня были бы следующие вопросы. Давайте напишем вот эти четыре чувства по каждому из сторон этого тоннеля. И я вам спрошу, что страшного, если я выйду за пределы этого чувства? Что страшного, если я выйду за пределы этого чувства? Что страшного, если я выйду за пределы этого чувства? Что страшного, если я выйду за пределы этого чувства? и столкнусь со всем возможным опытом для того чтобы поисследовать свою тревогу вы можете пойти вот таким простым путем потому что внутри вашего тоннеля вы должны проживать все время один и тот же набор переживаний сохраняя лояльность вашей родительской семье и простая на простой простой анализ вообще-то поставит перед вами ряд вопросов чего я могу бояться по-настоящему если я выйду за пределы например страха что вы да если я выйду за пределы отчаяния я вынуждена буду с чем-то столкнуться с каким-то опытом а этот опыт возможно похоронил ни один ни одного моего предка тогда может быть и я не знаю я танцую эту игру потому что родители мои тоже танцевали с накрашенными лицами эту пантомиму думая что они еще где-то там где там где тоннель сформировался вот то есть это такой вопрос конечно самоисследование для того чтобы столкнуться с этой границей страхов вот я думаю что другие тоже могут сделать абсолютно также поисследовав тоннель потому что на листке нарисуйте маленький квадратик посмотрите на огромные там возможности на нахождение в поле в отношении денег и посмотрите почему вы должны по кругу находиться время в этих чувствах а набор чувств время один и тот же же у вас будет вы это знаете мне больше 40 лет живу отдельно от родителей давно есть своя семья когда мама берет какие-то кредиты и теперь она докатилась до того что пенсию 50 процентов забирает за долги меня от этого топит напутанные роли напутанные конечно же роли очень напутанные роли причем эта роль напутана не только с вашей стороны ну и похоже с маминой стороны и этот выбор так скажем этот выбор возможно сделан уже давно и не вам ну это я так предположу но роли напутаны что это значит это значит что вы очень боитесь дать маме попробовать под старый след кайфануть вы очень боитесь дать маме скажем так исследовать то чего она боялась исследовать всю жизнь скажем так настоящую настоящую настоящее лишение настоящее что-то там что-то там что-то там кто такая вообще чтобы запрещать маме поисследовать эту эту грань жизни и тогда вдруг вскроется что вы спасаете себя от стыда спасаете себя от вины и тогда вот это и есть показатель того что напутано то что происходит с моей мамой не является моя ответственность то что происходит с моей мамой не является моим стыдом причиной для моего стыда сколько могу столько помогу вот здесь родится свобода помогать а не обязательства у вас обязательства топит слово топит это говорит об обязательстве у вас обязательства и в этом смысле надо найти как это обязательство рождается а вообще кто такая чтобы маме не дать с этой жизни попробовать сделать то, что бы она хотела. Вот. Для того, чтобы потом вы не сделали это. Потому что если у вас с мамой напутанные роли, ну, роли, что значит напутанные роли? Она для вас дочь, а вы для нее мама. Вот это я имел в виду, когда говорил, что, возможно, это очень давно началось. То точно так же будут у вас напутаны с вашими детьми. Поверьте. Никуда не денетесь. Вот. И, соответственно, сейчас напрягаясь того, будучи для нее ограничителем, вы будете рассчитывать на то, что кто-то потом из ваших детей будет помогать вам. Нафиг бы этот сценарий. Правда? Зачем он нужен? Вот. Вот что вам нужно будет. Дать маме попробовать. Дать маме жить попробовать на вкус. Право. Она хочет это. Куражится хочет, судя по всему, как-то. Вот что-то у нее какие-то есть представления. Ну, дайте, дайте. Как заработать больше, работая меньше. Если вы откроете вопрос, как заработать больше, работая меньше. Камень тянет на дно. Это камень обязательств, который вам на шею положили. И я бы вот поискал бы, как мама возложила на вас обязательства. Это мамина история, мамина придумана. Это я к прошлому вопросу. Я просто увидел продолжение сообщения, как камень тянет на дно. Это образ такой, моих обязательств перед мамой. Как заработать больше, работая меньше. Вы знаете, давайте так. Всем отвечаю сразу и вам. Вспоминайте, пожалуйста, где мы живем. Вспоминайте уроки физики. Энергия никуда не исчезает и никуда, и ниоткуда не появляется. Она имеет только возможность перетекать. Этот закон един для всей Вселенной. Значит, в связи с этим вы всегда можете, скажем так, сейчас сформулирую. Первое, что нужно знать для этого закона, чтобы зарабатывать больше, нужно иметь большую ценность. от того, что вы делаете. Большая ценность того, что я делаю, складывается из ощущения своей ценности. Чем больше я имею свои ценности, тем больше я признаю ценности своего продукта. И справившись с тревогой внутри этого процесса, я способна идти за границы риска. Тревога не дает мне повышать свою ценность, потому что она останавливает меня рисковать в исследовании возможностей границ своего продукта. Как только я выхожу, я повышу свою ценность. Как только я научусь выходить за ограничения, представление о своем продукте, я повышу его ценность. Вот. И тогда я буду, соответственно, зарабатывать... Я буду зарабатывать больше. Это если мы говорим «я». Если вспомнить, как шла эволюция, на курсе про деньги я привожу пример именно эволюции, вы увидите, что в какой-то момент эволюция сказала «Не нахрен, ребята!» быть одной клеточкой и выполнять все функции, это непродуктивно. И однажды Генри Форд, который создал конвейер, подумал, даже не Генри Форд, оставим Генри Форда. Вы в школе, на уроках истории. Вспомните, что вы проходили. В средние века произошла научно-техническая революция. Одна из них произошла, я не помню, если кто-то напишет, вспомнит, загуглит, напомнит. Вы все проходили, вы все это проходили. Что такое? Мануфактура. Что такое мануфактура? Когда-то, эволюционно, одна клеточка соединилась с другой, разделила обязанности и стали более эффективны. Вот и не вы сидите. Друзья, вы последствии того, что когда-то эволюция просекла соединяться и разделять обязанности, создает большую выживательность, эффективность и синергию. Синергию это то, что продают предпринимателям сейчас. И когда-то, по тому же самому пути, произошла эволюция производства. Люди тогда еще не знали про эволюцию, они, скажем так, не исследовали эту тему, но произвели тот же самый процесс. Мануфактура разделила жизнь человечества до и после. В мануфактуре произошло то, что когда-то произошло в эволюции. Вот вам тоже следующий эволюционный ответ. Тогда к вам у меня возникает вопрос. Что с вашей ценностью, если вы являетесь единственным производителем вашего продукта? И что у вас с проблемой в разделении обязанностей? Для этого надо будет отвечать еще на ряд вопросов. А это уже к нашему курсу про деньги. То есть я сегодня, получается, и про деньги говорю про курс про деньги и тревожность в деньгах. Очень круто их соединять. Ну, в общем, хотите работать больше, помните про физику, помните про эволюцию и смотрите, что останавливает на ключевых этапах этих изменений. Когда деньги появляются, нужно больше купить, на что этих денег не хватит. В итоге, либо покупаю не по списку, либо вообще ничего не купила, не купила, и деньги испарились. Огромное количество тревоги вокруг денег. То есть деньги на руках порождают огромное количество тревоги. И, похоже, эта тревога звучит так. Ну, я предположу, я же не знаю, судя из вашего сообщения, эта тревога звучит так. Сейчас слушайте внимательно, как звучит эта тревога. Опять ничего не куплю, опять, либо куплю не по списку, опять деньги испарятся. Я просто зачитал ваше сообщение. Вдумайтесь, вот эти слова есть причина того, что вы крутите внутри в головы, и это создает в отношении денег вот это состояние, из которого вы повторяете сценарий снова и снова. Как только вы это обнаружите, это то, о чем я сегодня говорил. технические моменты, которые нужно будет решить, что за технические вопросы у меня происходят в голове, в отношении. Я не говорил так широко об этом, я говорил о базовых моментах, там, работа в тревожности, но когда вы обнаружите способы, с помощью которыми вы зацикливаете, вы обнаружите, как вы, вы моментально можете изменить паттерн нахождения в магазине и сломать его, просто обратив внимание на то, что вы заранее вот это себе говорите. Все, вот так работает расширение вот этого тоннеля привычного. Он же невидимый. А я сейчас говорю, вот похоже, вот это одна из стеночек. И вы можете эту стеночку увидеть, растворить ее, и тогда вы выйдете на весь листочек, посмотрите, ничего себе, вот это да, и поймете, что так вы можете делать с остальными стеночками. Ну что ж, уже час двадцать мы с вами, не имею права ошибаться, как убрать. Дорогие друзья, если кто-то не имеет права ошибаться, убирается только одним способом. Начать хромать. Это вот, если взять карты Таро, там есть такая карта Отшельник 9. Эта карта, Отшельник он с посохом. И в логике развития от первой карты к девятой, там есть идея, что в предыдущей карте ты достигаешь совершенства, но совершенство это замкнутость. Вот, видите, Оксана, вы попали в замкнутость совершенства. Единственная возможность выйти из замкнутости совершенства, это начать ошибаться, хромать. И вот только тогда вы сможете двигаться дальше, расти. И так до 21 карты. Ну, условно. Так что, давайте, дорогие друзья, курс по тревожности, Господи, сколько вопросов. Ну, я точно, ну, ну, Отшельник же был. Вы выкладывали. Был, я просто про него говорю. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы тратите. Не тратите, не тратите. А мы обогащаем друг друга этим общением. Я надеюсь, вас, вы и меня точно, 100%. Спасибо вам за ваше вложение. Я очень надеюсь, что то, что я приготовил, оказалось для вас ценным. И позволит вам, знаете, как вот приложенная энергия сбивает электрон с поверхности орбиты какого-то вещества и меняет качество этого вещества. Всего лишь один энергия достаточная для того, чтобы убрать один электрон с поверхности наружной орбиты там и все, и качество вещества меняется. Все, помните, да, что хотели так свинец превратить в золото. Надеюсь, что кто-то превратился сегодня. Спасибо вам, друзья. Будьте спокойны. Спасибо. Спасибо. Спасибо.